Продолжение следует... И мы четко изложили в законопроектах, что сегодня сделать, чтобы развивался малый и средний бизнес. Что сегодня сделать, чтобы в стране сегодня приходили деньги, приходили инвестиции, создавались рабочие места. Мы написали ясно и понятно, какие должны быть социальные амортизаторы и какие должны быть социальные стандарты и что благодаря развитию экономики, чего мы добьемся. Я закончу. Мы полностью подготовили план и антикоррупционный проект. Мы с Николаем Катеринчиком написали налоговый кодекс. И этот пакет реформ сегодня есть. И когда я говорила, что наш второй шаг, когда все оппозиционные силы должны сесть вместе и выбрать лучшее из лучшего, что у нас есть, и написать единую программу, план развития Украины, я считаю, это именно тот момент, когда мы все вместе обсудим все проекты и примем дальнейшее решение. То, что касается блока Юлии Тимошенко, когда эти законопроекты рассматривались в парламенте, мы с коллегами их поддерживали. А то, что касается представителей большинства, которые часто даже не хотели включать их в повестку дня, даже слышать не хотели. И когда тысячи людей стояли под стенами парламента, требуя принятия нашего закона по мораторию на проверки, на то, чтобы людям дали возможность сегодня работать, создавать рабочие места, они тогда даже отказались слушать эти законопроекты в парламенте. Поэтому я знаю, что мы сможем выбрать лучшее из лучших, и мы сможем сегодня представить людям ясный, четкий, понятный план действий. Главное, что есть фундамент. А если все-таки и внутри вот этой оппозиции не произойдет такого желанного для вас обсуждения и одобрения? Я уже ответила на этот вопрос. У нас будет одна победа на всех, но у нас будет одно и поражение на всех. Поэтому это начинает инстинкта самосохранения, заканчивая инстинктом защиты себя и защиты нашей страны. Мы не можем сегодня ссориться из-за запятых. Я дякую Наталье Королевской, народному депутату из фракции Бюрдбатьківщина, лидеру Украинской социал-демократичной партии. И запрошу до центрального микрофона Вадима Колесниченко, народного депутата из фракции партии регионов.